Совместный проект методиста ИКЦ Натальи Замариной и телеканала Видное ТВ «Стихи живут» путешествует по предприятиям и организациям муниципалитета с 2016 года. И вот, наконец, добрался до самого культурного ведомства. Мы подумали, что в преддверии Дня культуры было бы логично предложить тем, кто организует культуру в Ленинском городском округе, предложить участие в проекте. И мы предложили участникам такие патриотические стихи. Проект, на самом деле, замечательный. Долго наблюдаем за этим проектом. Ну, а тут появилась такая возможность День работников культуры к нашему празднику. Ну, почему бы и нет? На этот раз от привычного формата решили немного отойти. Два сотрудника управления прочитали не по четверостише из одного произведения, как обычно, а по целому стихотворению. Ну, вот он лег на глину в грозный час, в одну цепочку русского народа. И двадцать раз входила в землю рота. И возвращалась к жизни двадцать раз. Начальник отдела культуры и дополнительного образования Елена Гаськова выбрала пронзительное стихотворение Глеба Горбовского «Баллада об интеллигенте». Для Елены Николаевны сейчас все произведения о защитниках Родины звучат особенно остро, ведь ее сын в данный момент служит в армии. Не важно, какие у тебя мышцы и насколько ты физически готов. Главное, чтобы ты был готов совершить данный подвиг, обладая внутренним мужеством. Дорожил своей Родиной, дорожил теми, кто за спиной у тебя находится. Поэтому, ну, это очень важно, мне кажется. А главный эксперт отдела культуры и дополнительного образования Нелли Белая выбрала патриотическое стихотворение Юлии Друниной, которое, по ее словам, как нельзя лучше отражает ее собственные чувства к Родине. И откуда вдруг берутся силы в час, когда в душе черным черно? Если б я была не дочь России, опустила руки бы давно. Кто станет героем следующего 35-го выпуска проекта, узнаем уже совсем скоро. Одно известно точно. Мы услышим еще множество прекрасных стихотворений. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Движное ТВ.